Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня покажу вам ловушку в обратной игре Бадянского, в которую попадаются очень часто шашисты уровня, даже вплоть до кандидатов мастера. Дебют обратной игры Бадянского возникает после ходов CD4, RJ5 и GH4. Белые связывают левый фланг черных, ну и черные обычно здесь играют GH6. Здесь есть много систем, но GH6 наиболее распространенная. Также в этой позиции белые играют либо FG3, либо DC5. Мы рассмотрим так называемую пичковую систему. После разменов в этой позиции черные играют FG7. Белые играют BC3, ну и черным лучше всего напасть CB6. Тогда белые закроются, ну и после хода BC7 белым надо меняться назад. То есть играем D5 и меняемся таким образом, с примерно равной игрой. Черные в дальнейшем занимают центр, но этот центр рыхлый и подвержен окружению, поэтому черным надо играть аккуратно. Обратите внимание, что в этой позиции белым нельзя было играть AB2 из-за несложной комбинации. Черные отдают одну шашку, затем еще две, затем еще одну и прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому будьте аккуратны в этой позиции. Но почему-то в этой позиции очень часто черные играют и GF4 вместо CB6. Тогда белые играют AB2. Ну и здесь возможны три варианта. После хода CB6, возможно, такая прикольная острая игра. Играем FG3. Ну и на ход AB6. Белые рано или поздно играют CB4. Тогда черные меняются до E3. Ну и грозят сыграть GF6 и FG5 и выиграть шашку. Поэтому белым приходится играть BC5. Кажется, что черным не сдобровать, но здесь их выручает удар. Играем DC3. Приходится бить на D4, иначе черные пройдут дамки. И черные играют GF6. Затем размениваются 3 на 3 и возникает примерно равная позиция. То есть сможет так играть за черных вполне. Также в этой позиции возможен был ход CD6, но он уже хуже. Белые играют FG3. Ну и после всех разменов шашка D4 черных подвержена окружению. Тут черным надо играть аккуратно. Ну в принципе, иначе еще возможно. Но очень часто в этой позиции черные играют FG5 и бьют в центр. Кажется, что позиция черных неплохая. Ну, по крайней мере, так кажется начинающим шашистам и любителям. Но на самом деле это очень плохая позиция. Она уже проигранная. Белые играют FG3. Ну и у черных возможны 3 ответа. CB6, CD6 и HG7. Давайте рассмотрим все 3 хода. После хода CB6 белые легко побеждают. Они играют GH4. То есть отдали одну шашку и напали сразу же на 2. Видите, закрываться нельзя из-за несложного удара. Отдаем одну шашку и белые оказываются в дамках с выигрышем. Если же черные играют BC7, то видите, у них всего 2 нападения, а у белых будет 3 защиты. Поэтому белые здесь побеждают. После хода, допустим, CB6 играем GF2. И нападаем первый раз DE3. Черные также нападают. Затем играем CD2. И еще раз нападаем DE3. И белые остаются с лишней шашкой. Должны постепенно победить в этой позиции. Рассмотрели ход CB6. Он уже проигрывает. Также проигрывает ход CD6. Играем B3. Ну и на напрашивающийся ход BC7 проводим жертву двух шашек. Очень красиво. Недавно мне удалось так победить кандидатом мастера Георга Григоряна из Армении. На стриме причем. Я отдал шашку CD6. Затем сыграл CD4. Видите, приходится бить на Е3. Иначе белые пройдут дамки. И скромно напал ЕF2. Несмотря на 2 лишние шашки, у черных проигрыш. То есть мы грозим побить 2 шашки. Отыграть их. И затем еще побить шашку F4. И остаться с лишней шашкой. Георг Григорян сыграл CD6. И DC7. Лучшего не видно. После размена я пошел на преддамочное поле. И мой соперник сдался. Очень эффектно. Ну и последний ход в этой позиции. Ход АЖ7. В этой позиции возможны 2 хода. ЖФ2 и БА3. Но я все-таки рекомендую играть БА3. Он более идейный. Теперь у черных есть 5 ходов. СБ6, СД6, ЕД6, ЕФ6 и ЖФ6. Давайте рассмотрим их все. После хода СБ6. Мы проводим так называемый удар по затылку. То есть играем СД4. Меняемся. Ну и после того, как черные бьют шашку. Бьем уже сразу же 2. Видите, такой удар по затылку идет. Остаемся с лишней шашкой. И постепенно побеждаем. То есть СБ6 уже проигрывает. После хода СД6 у белых также несложный выигрыш. Играем ЖФ2. Ну и после размена черные играют БЦ7 или ДЦ7. Без разницы. Играем ЖХ4 с угрозой Ж5. Ну и тут возможны 2 хода. Если черные играют СБ6, тогда играем СБ2. Временно жертвуем шашку. Затем играем СЖ5 и нападаем сразу же на 2. Ну и как можете сами убедиться, черным просто некуда ходить. То есть если они играют БЦ7 и СБ6, тогда играем ДЕ3 и снова остаемся с лишней шашкой. Черным остается только с даткой. Если же черные это видят, допустим играют ЖФ6, тогда уже играем ФЖ3. То есть грозим постоянно ударом СД4. То есть на ход СБ6 мы проводим удар СД4 и снова идет удар по затылку. Мы остаемся с лишней шашкой. Поэтому черным приходится играть СД6. Тогда мы закрываемся СБ4, точный ход. Ну и на единственный ход ДЦ7 меняемся назад. Ну и получаем выигранную позицию. То есть удар СД4 неотразим. На любой ход, допустим АБ6, мы наносим вот этот удар. После всех разменов снова остаемся с лишней шашкой и постепенно побеждаем. Рассмотрели СБ6 и СД6. После хода ЕФ6 за черных возможно прикольная ловушка. Правильно играть ЖФ2. А вот напрашивающийся ход СД6 уже очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черным. Очень симпатичная вещь. Черная игра ДЦ7. Затем ХЖ5. Затем ЖЖ4. И ловят дамку белых. Белым приходится возвращать шашку. Иначе черные пройдут в дамки. Ну и черные здесь за счет лишней шашки постепенно выиграют. Вот такая прикольная ловушка уже за черных возможно. Но если белые правильно в этой позиции играют ЖФ2, то наказание здесь черным не избежать. Здесь снова, видите, нельзя играть СБ6 из-за удара СД4. Уже нам знакомого. И белые остаются с лишней шашкой. Также проигрывает ход ДЕ7. Тогда мы играем СБ4. Ну и здесь возможны три хода. На СБ6 мы играем просто ЖЖ4. Затем ДЕ3. Меняемся. Ну видите, угроза СБ6 неотразима. Черным некуда ходить. Остается только сдаться. Если в этой позиции черный играет СД6, тогда мы меняемся БЦ5. Ну видите, центр черных стал рыхлым. То есть на левом фланге им не пошевелиться. Играет единственная шашка, поэтому БЦ7. Тогда играем СБ2. Ну и на нападение СД6 меняемся. БА3 вперед. Ну и на Ж5 скромно зажимаем полностью всю позицию черных. Играем ЖЖ4. Ну и на ход ЖЖ6 играем ФЖ3. Ну и что-то как-то некуда ходить черным. Остается только сдаться. Также в этой позиции проигрывал ход ХЖ5. Здесь можно выиграть за белых очень красиво. Играем ЖЖ4. Ну и на ход СБ6 проводим комбинацию. То есть играем СД6. Ну и как бы черные не побили, они проигрывают. Если они бьют вперед, тогда скромно нападаем ФЖ3. Ну и после хода ЖЖ6 единственное, белые остаются с лишней шашкой. Ну и кроме того, очень сильная шашка на поле Ф6. Рожен. Поэтому здесь у белых легкий выигрыш. Если черные в этой позиции бьют назад, тогда здесь выигрывает несложная комбинация. Также можете поставить видео на паузу и найти выигрыш. Играем БЦ5. Затем ФЕ3 или ДЕ3. Тут без разницы. И затем красиво снимаем 4 шашки соперника с выигрышем. Так. Также в этой позиции, кроме хода СБ6 и ДЕ7, был возможен ход ХЖ5. Тогда уже здесь можно просто идти в дамки. СД6. Мы грозим пройти в дамки, поэтому ход СБ6 за черных вынуждены. Тогда играем ЖЖ4. Ну и после того, как черные бьют шашку, играем ФЖ3. И выигрываем. То есть после хода ЖЖ6, белые снова остаются с лишней шашкой. Ну и кроме того, у них рожен на поле Ф6. Это легкий выигрыш. Если же черные играют БЦ5, пропускают белых в дамки, то они также проходят дамки. Кажется, что позиция ничейная. То есть видите, если белые сыграют СБ2 или ДЦ3, черные побьют. Ну и после всех разменов позиция ничейная. Шашек поровну. Ну белые здесь все это предусмотрели. Они отдают шашку АБ4 и ловят дамку. Здесь уже у черных нет компенсации. То есть белые затем ведут шашку АЖ2 на Ф4. Ну и легко побеждают, контролируя большую дорогу. Так, еще в этой позиции был возможен ход ЖФ6. Тогда играем ЖФ2. Ну и грозим СД4. А если черные играют СД6, все равно играем СД4. Ну и как бы черные не побили, мы остаемся с лишней шашкой. Например, побили, 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 бьем на Ж7 и затем бьем на Б4. И шашка у белых лишняя. Они должны победить. Ну и последний ход в этой позиции, еще не рассмотренный ход ЕД6. Здесь особо ничего красивого. Белые побеждают за счет позиционной игры. То есть видите, у черных такой мешок неприятный на левом фланге. Центр у них, но центр очень рыхлый и слабый. Играем СБ4. Ну и здесь возможны два варианта. Либо АБ6, либо СД6. Оба проигрывают. На СД6 играем БЦ5. Ставим тычок. Ну и на единственный ход БЦ7 играем смело. Играем СД6. Нападаем. Приходится отходить. И идет встречный удар. ДЕ3. Контур-удар или так называемая присоска. То есть если черные побьют сюда, мы остаемся с лишней шашкой. И легко побеждаем. Если же черные бьют на Д2, тогда бьем на Ф4. Ну и также белые остаются с лишней шашкой. Например, ФЖ5 побили на Е3. Ну и на нападение Ж4 меняемся. И снова у нас победа за счет лишней шашки. Ничего сложного. Если же черные в этой позиции вместо СД6 играют АБ6, тогда играем Ж2. То есть контролируем левый фланг черных и не даем черным сыграть СД6 из-за удара. То есть играем БЦ5. Ну в эту сторону бить нельзя, так как белые останутся с лишней шашкой. Если же черные бьют на Д4, тогда белые также выигрывают шашку после комбинации. Ну здесь легкий выигрыш, допустим. ФЕ3, затем же Ф4 разменяемся и легко выиграем. Поэтому черным в этой позиции рано или поздно приходится сыграть ХЖ5 или ФЖ5, тут без разницы. Тогда играем Ж4. Снова нельзя СД6, видите, из-за удара. Играем БЦ5. Приходится бить на Д4, иначе белые останутся с лишней шашкой. И тогда после хода ДЕ3 белые вообще проходят в дамки и выигрывают. Поэтому в этой позиции приходится играть, допустим, ЖА6 или БА7. Ну мы все равно играем ФЕ3. Ну и допустим на ход СД6 уже меняемся. ДЦ3. То есть у черных очень слабый левый фланг, и мы за счет этого побеждаем. Ну и здесь возможен, допустим, такой вариант. БЦ5, АЖ3. БЦ7, ЕФ2 или ЕД2, тут без разницы. Ну и на ход СБ6 просто нападаем БА5. Ну и черных, видите, безупорная позиция. Нет ни разменов. Остается только сдаться. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, поддержите мое творчество, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.